друзья всем привет на канале герч тв наш очередной домашний влог на сегодня суббота и опять сижу с детьми одна немножечко сегодня обидно простить что я так начинают лог но дело в том что я сейчас очень сильно ударил андрюшка я конечно понимаю что это может быть смешно со стороны вот но мне очень сильно обидно то что мне очень больно у меня ударил очень сильно с разгону и с разгону с размаху сделал это нарочно мне вот обидно что я сижу с ними каждый день одна что-то еще пытаюсь делать в результате все вот так может конечно уже просто нервы сдают я не знаю сын ударил и сразу слезы ладно почему мы в субботу опять одни потому что папе нашему надо было сегодня с утра уехать на дачу он поехал вместе своим дедом этого деда я вам показывал раньше во влогах ему сейчас 92 года вот они на даче держат пчелу вот так как уже выпал снег уже идут холода им нужно пчелок на зиму как-то в общем на зимовку они их убирают не знаю как чтобы они больше не роились чтобы они не замерзли и в общем чтобы они спокойно там на зиму заснули в общем они поехали все это с ульями манипуляции все эти проводить вот я в субботу опять остаюсь детишками одна и вот так вот они себя еще со мной виду детки можно я пойду голову помыла вы тут посидите не будете вылезать все я быстро ладно вот по моему слава богу голову с грехом пополам скорее скорее сейчас вот на полном серьезе полезно вот шкафчик с лекарствами искать успокоительные вот прям потому что уже просто вот уже даже вот руки дрожат мне уже нет сил мне уже вроде с одной стороны какая-то апатия не уже нужен какой-нибудь успокоительный препарат но легкий конечно на травах нам допустим но или какой-нибудь успокаивающий чай вот что-то типа это потому что саша закатила истерику она лезет за конфетами конфеты ей нельзя я не разрешаю она орет у андрюшки начался кашель вот раньше вчера только насморк был сегодня начался кашель вот я уже неделю не была на улице сегодня выходной я опять одна с ними и в общем по кругу без перерыва у меня уже просто нет силы вот я сейчас хочу найти если тут что-то наподобие или успокаивающего чая или что-то типа каких-то успокаивающих травяных таблеточек наш наш вредный товарищ махая крылом в общем друзья ничего не нашла кроме вот таких вот ампул с магнием вот но к сожалению этот магний был годен до июня 2017 года то есть он уже немножко просроченный вот друзья я развела себе магний ваше здоровье он очень сладкий немножко приторный все я надеюсь мне это поможет где у вас там ухо кружка по поводу поспелила просто все купополила на полу у нас руки при космосстве на пищевом на сметане из жареной масле и жирное окошечко остудить надо его по колобку лежать он и покатился загнал на лавку сладкий на пол дальше и дальше покатился колобок дальше не ешь меня косой я лучше тебе песенку спою я колобок колобок на сметане мешал на масле мешал я от дедушки ушел я от бабушки ушел я от тебя завис и хедроны уйду так, Андрюша взял какую-то другую книжку Андрюш это путеводитель по Абрау-Дюрсо ты читаешь по Абрау-Дюрсо скажи Абрау-Дюрсо 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 Минутка психоделики шел шестой день нашего больничного мама как могла развлекала детей я вас набью стул Андрюша набьет стул вечная проблема кто сидит вот на этом вот стульчике сейчас его заняла Саша Андрюша в истерике соответственно в общем, друзья, у нас уже вечер 19.30 вот, я немножко прибралась в комнате помыла пол вот, Андрюшка ненадолго засыпал вот, и пока он спал я включила Саше мультики сама вот умудрилась как-то вот такой вот это бардак подсобрать и помыть даже пол потому что, ну, уже просто невозможно надо уже было что-то мыть, протирать мы по-прежнему одни папа по-прежнему пока еще нету он с дачи поехал на работу наверное, этот влог у меня будет за два дня вот а еще завтра поснимаю завтра к нам в гости должна приехать тетя Катя курочка на ужин курочка на ужин идея мужа а что у него внутри у него пока там ничего, да? расчлененка, короче Андрюш, человек-коробка он робот а, это робот? там ножки это его ноги такие вот у вас это ноги робота? а там сам робот как робот говорит? бип-боп 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 мам как робот говорит? ну и хулиганы бип-боп бип-боп ой, слушайте, у нас тут это нашествие роботов, короче а что у тебя такое? я здесь я здесь я здесь я здесь ой это вот у нас уже сколько? 11 часов вечера а у меня тут спрашивают почему у меня дети у 9 не спят что придумали? саша ватри притащили сюда коробки и сидят в них Андрюш, ты как в ванне саша как в ванне саша, ты тоже как в ванне вам только туда воды не хватает и пены А так было бы И на все это мудро взирает Кош Вот у нас уже полдвенадцатого ночи Но мы спать не ложимся Потому что у нас курица печется Мы хотим ее попробовать Уже по квартире такой запах идет Очень вкусный Печеного чесночка, печеные курочки Вот мы все никак не дождемся Но дети в принципе спать и не хотят Андрюшенька сегодня днем Поспала немножко Сейчас я подойду Сидим, ждем курочку У нас уже слюнки текут Потому что у нас сейчас очень-очень вкусно пахнет Завтра наверное приедет тетя Катя Вот ждем Но не знаем Останьте ей курочки Слушайте, там внизу уже Андрюша Внизу по соседству живет тоже маленький И мальчик даже еще младше Андрюшки Он уже спит наверняка Точнее, орите За окном темно Темно-темно за окном Куколки мои вон лежат вязаные на подоконнике Это что, она все готова, да? А сколько она у нас пеклась-то? Почти два с половиной часа Полночь Два с половиной часа пеклась кура Нитки Мне кажется, когда рожаешь, похоже выглядишь Для врача Родился шампиньон У нас первый час ночи, а мы только сели кушать Потому что курочка только запеклась Курочка-картошечка Шампиньончики В общем Сейчас поедим и спать Вот так вот выглядит курочка Уже от которой Отмахнули кусочек Завтра, наверное, продолжу снимать влог Завтра приедет тетя Катя Так что всем спокойной ночи Ну что, друзья У нас сегодня второй день Влог наш продолжается Всем доброго утра, можно сказать Мы уже встали Андрюшке с утра сделали ингаляцию уже Потому что Теперь кашель начался у него Скажи всем привет Продолжаем прибаливать Ну и, как я уже говорила вчера Сегодня мы ждем тетю Катю И еще я хочу сегодня сварить соляночку, друзья Сборную мясную соляночку Вот, я надеюсь, что тетя Катя Детей немножечко отвлечет Вот, а я смогу приготовить солянку Тоже все сниму обязательно Ну и, конечно же, угостим тетю Катю Нашей курочкой, которую мы сделали вчера Смотрите, Андрюшка, в каких тапочках сегодня, да? Решил тапочки надеть Обычно они не любят тапки Вот Саша, например, вот без тапок ходит Андрюшка сегодня и на сотках, и в тапочках Очень хорошо Саш, ты тоже решил надеть тапки? Сердечко Давай, это кто у тебя там нарисовал? Клаб Клаб? Клаб Тут краб и сердечко А у Андрюшеньки цветочки Пока ждем тетю Катю Я, наверное, сейчас помою плиту У Андрюши очень шумная машинка У меня-то какое-то семейство пингвинов завелось Мама Вы что придумали? Андрюша Ой, разбесились, 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 разбесились Ой, ой, ой Танцы с коробками Танцы с коробками Какая умилительная картина Детушки сидят в коробках Мама, включи нам песен И слушают музыкальный коврик, посвященный транспорту Такси Ой Кто-то позвонил в дверь Это что, это, наверное, кто? Тетя Катя, что ли, приехала? Это тетя Лепрошка тетя Лепрошка тетя Не знаю, сейчас узнаем Кто тебя обидел? Тетя Катя С Андрюшенькой Так, я помыл плиту Вот такая вот она теперь Блестящая, чистенькая Ребенок жалуется Пусть жалуется Не всегда бывает так, как ты хочешь, моя дорогая Я на цирлах перед тобой бегать не собираюсь Воспитание, оно и воспитание Оно где-то строгость, где-то под жопу дашь, где-то ты жалеешь, ничего страшного Сашенька в знак протеста замоталась в одеяло Санюса Тебя нет? Так, я мяско поставила На соляночку Цените, друзья, как тетя Катя занимается детьми Да, пока мама варит супик, соляночку Тетя Катя, вот Мам, вытаскивай детей Друзья, вот готова моя соляночка Сейчас осталось сюда только покидать лимончику Вот так то я сюда кладу Солянка Катерина наварила, наваристую Отличная солянка Тут вон еще много чеплового На говядине У меня там еще, короче, копченая колбаса Обжаренная Сосиски обжаренные Огурцы соленые Лимончик, все дела Ну и сама говядина Ну вот, друзья, у нас уже вечер Сейчас проводили только что тетя Катя Детишки устроили беготню Папа у нас дома нету Вечером вот опять сижу с ними одна Друзья, ну и в конце влога Хотелось бы затронуть такую тему Тему ваших комментариев По поводу моего сидения с детьми Вот есть у меня такой зритель Подписчик Иван, да И у нас с ним к прошлому влогу Развернулась такая Можно сказать Диалог Такая диалог, вот Ну вот даже сейчас я не могу Это спокойно записать Потому что Я вообще в принципе не могу Даже на пять минут остаться одна Везде меня достанут Везде Язык Язык ты показываешь, да Он говорит, да я запишу, пожалуйста Ну поди к Саше Вот то есть Иван мне написал, что Ну, грубо говоря Между строк читалось, да Что я не умею как бы управлять своими детьми У меня это не получается Они делают, что хотят И вот как бы вот он Он бы там Они бы у него там по струнке ходили Что Он написал, что он не понимает С чего как бы тут уставать Что в общем То есть Что мои дети ангелы Вот И что И что я просто не умею Ими управлять Саша При этом сам Иван Он не является как бы Семьянином Еще У него У него нет детей Но моих детей Он сравнивает С своей племянницей Вот И причем он говорит Причем он говорит Что мои дети По сравнению с его племянницей Это ангелы Вот И то он свою племянницу Там сумел Вот И то он свою племянницу Сумел построить Ну дети Ну дайте записать Фууу Вот И как он с легкостью Свою Более Шебутную племянницу Построил Вот И он сказал Что просто Это у меня ничего не получается Я не могу Как-то Систематизировать Своих детей Что бы они у меня Ходили по струнке Что в общем Все я делаю не так А потом удивляюсь Что Мои дети Вот так вот себя ведут И вообще Там даже промелькнула информация у него в комментариях, что я своих детей бью, что-то вы бьете своих детей, хотя я даже не знаю, где, хоть в одном из влогов я их била. Но я думаю, что, друзья, любая мама меня поймет, что это диаметрально противоположная ситуация, нежели мать сидит с детьми, она находится с ними 2-4 часа в сутки, или дядя пришел посидеть с племянницей, это абсолютно разные вещи. Или ты находишься с ними 2-4 часа, или ты просто приходишь посидеть, а потом уходишь и отдыхаешь, собственно говоря. И к тому же я сомневаюсь, что в то время, когда Иван сидел с своей племянницей, ему нужно было выполнять по дому какие-то женские работы, как это нужно делать мне. То есть, либо ты просто сидишь с ребенком, либо ты сидишь с ребенком с двумя маленькими ребенками, и тебе при этом еще нужно все помыть, тебе нужно что-то приготовить, тебе нужно там протереть, постирать. Вот, мне кажется, что Ивану это всего делать было не надо. Вот, друзья, то есть я еще раз говорю, это абсолютно разные ситуации, и сравнивать их, ну, это просто глупо. Ну, опять же, ходить по струнке, мне кажется, дети не должны ходить по струнке, потому что... Ну, это детство, детство есть детство, то есть в детстве ты балуешься, и истерики где-то они закатывают. Конечно, не нужно, чтобы ребенок распоясывался, это другой вопрос, да, но и уж по струнке ходить, это как бы тоже, я не согласна, ребенок не должен ходить по струнке. Обычно те, кто ходит по струнке, из них вырастают очень неуверенные в себе люди, вот, зашуганные люди, либо наоборот, из них вырастают те, кто свое так возьмет еще, да, то, что он не добрал в детстве, потому что он ходил в детстве у родителей по струнке. Так вот, он в подростковом возрасте так это все доберет, что мало не покажется и родителям, и дядям, и тетям. Ну, и к тому же сравнивать, еще раз говорю, эту ситуацию, да, когда или мать сидит с детьми, или же дядя пришел с племянницей, посидел и ушел. Ему не надо ни готовить, ему надо ни мыть, ему не надо ни стирать, ему вообще ничего не надо. А потом он начинает как бы всех учить, как чего-то там надо кому-то делать, ну, блин, это неправильно, тем более, когда нет... Тем более, если нету собственных детей, ну, блин, ты просто не можешь себе этого представить, что это. Никакие племянники ни в какое сравнение не идут, когда ты сидишь 24 часа в сутки со своими двумя маленькими детьми. Все, друзья, вот это вот был такой вот конец нашего влога. Пишите комментарии, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, и пока!